Приветствую вас. Не знаю, заметили ли вы или нет, но вы не задали никакого вопроса. Вы просто описываете некоторую ситуацию, которая сложилась у вас. Вот. И, в принципе, всё. По сути. Всё, по сути. То есть больше вы ничего не описываете. И, на мой взгляд, на мой взгляд, получается так, что не совсем-то, в общем, не понятно, с чего же вы хотите. Да, то есть не совсем понятно, что вам нужно. А, как бы, переезд в другую страну, ну, вообще в другую страну всегда связан с некоторыми трудностями, всегда связан с некоторыми проблемами, что мне кажется нормальным. Вот. И всегда требуется не только время для того, чтобы адаптироваться, не только время для того, чтобы как-то, может быть, ну, не знаю, привыкнуть. Да? Вот. Но ещё и требуется время, чтобы как-то вот немножко, знаете, может быть, ну, может быть, соотнести то, как вы, условно говоря, живёте. Да? А, соотнести с тем, как точнее, соотнести то, как вы жили, с тем, что вы делаете, например. Например. То есть это вот такой достаточно важный, как мне кажется, момент, на который вам не смысл обратить своё внимание. Поэтому, ну, тут просто много достаточно есть нюансов, обратите внимание на которые, мне кажется, довольно важно будет для того, чтобы вы лучше, лучше себе разобрались. Поэтому, ну, я думаю, я бы сказал, что пока что не очень понятно, чего вы хотите в эти слова. Дальше. Дальше. Как мне кажется, как мне думается, как бы, ну, ваша проблематика, она началась, ну, в какой-то степени раньше, чем, чем произошло. Это история с переездом, это история с, ну, вот, тем, что вы описали. То есть мне кажется, что эта ситуация, она случилась раньше, ещё. И эмоциональное выгорание, ну, которое вы описываете, оно, как бы, произошло уже тогда. То есть уже тогда у вас возникли определённые проблемы уже тогда, мне кажется, вы начали игнорировать свои желания. Мне кажется, что уже тогда вы начали игнорировать то, что вам хочется, мне кажется, что уже тогда вы начали как-то вот действовать в сторону некого такого бегства от себя. Вот, и в результате этого пришли к такой не очень хорошей и приятной ситуации, когда вам ничего не хочется. Вот. То есть это следствие, как правило, именно избегания. Эээ... Избегания. Себя либо следствием чрезмерных требований к себе, либо следствием какой-то чьи... какой-то вины. Вот. А обесценивание, ну, обесценивание, я надеюсь, понятно, что я имею ввиду, да, обесценивание, я имею ввиду себя. Вот. То есть, ну, вы, то есть, обесцениваете сами себя, получается. Вот, вы говорите, что, ну, что условно, условно. Укорить себя за время, за время подращено, да, и так далее. Вот, вот, вот. Мне кажется, что в какой-то степени, в какой-то степени это, а, такие вот. Ну, я бы сказал, наверное, несколько, несколько неадекватные представления. Неадекватные требования. Как сказать себе. Вот. Хотя, понятное дело, что... Эээ... Ну, понятное дело, да, что... Эээ... Я могу быть-не-быть-не-быть-не-браз. Вот. И, понятное дело, что... Эээ... Ситуация может быть разной. И, понятное дело, что... Как бы... Ваша... Эээ... Ну, ваш такой, такой... Эээ... Подход, может быть, эээ... 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 К этому... К этому... К этому... К этому... К этому... Тоже... Разный. Вот. Мне остается... Эээ... Лично... Только... Эээ... Надеяться... На то, что вы... Сможете к этому отнестись... Ну... Каким-то таким... Эээ... Эээ... В смысле... Того, что... Эээ... Чтобы... Заметить... Эээ... Себе... Эээ... Эээ... Значит... Эээ... Ну... Заметить... Эээ... Какие-то себе перемены, которые этому... Эээ... Способствовали... Или... Начали... Способствовали... Или... Начали... Способствовать... Вот... То есть... Я имею ввиду... Вот этот момент... 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 Эээ... Значит... Эээ... Апатия... Ничего не хочет... Это следствие... Эээ... Ну... Как я уже сказал... Объестенивания... И... Невнимательности... Эээ... Эээ... Квенчев... Вот... То есть... Вы... Невнимательны... Невнимательны... К сожалению... Эээ... К... Своим... Ощущениям... Скорее всего... Вы... Невнимательны... К своим... Эээ... Ээээ... Эмоциям... Вот... Скорее всего... Вы от них... Вы... Бежите... Эээ... А... К сожалению, я от них, скорее всего, убежите, как мне кажется. Но это как бы то, что, то, чему вас нужно научить, как мне кажется, гораздо замещать свои эмоции, свои желания, вот. Может быть, не оценивать их, как это сейчас вы делаете. То есть сейчас, сейчас как раз то, что вы делаете, вы их, как мне кажется, оцениваете как раз свои эмоции, да, свои проживания, чувства, вот, вы их оцениваете, вы относитесь к ним, мягко говоря, не внимательно, и в итоге, в итоге вот получается, ну, то, что, то, что получается. Вот, то есть получается не очень хорошо. Вот. Дальше. Значит. Давайте. Теперь прочитаем ваши вопросы. Было сильное эмоциональное выгорано. Решило приехать в другую страну, в которой живут родители, и начать все с чистого листа. Ну, что мы здесь видим? По сути, мы видим здесь желание убежать. Мы видим здесь желание убежать вас. Вот. То есть вы, вы, эээ, хотели убежать от своих, эээ, переживаний. По сути. Да? Вот. Вы хотели убежать от своих эмоций. Вы хотели убежать от своих, эээ, желаний. Мы хотели убежать от своих стремлений. Вот. От своих, может быть, проблем вы хотели убежать тоже. Вот. И, как бы, в этом, как мне кажется, есть, эээ, трудность, потому что с чистого листа, эээ, с чистого листа начинать. Эээ, ну, не важно, ну, не важно, ну, не важно, не важно. По сути, это, эээ, игнорировать это обе. По сути, по сути. Наверное, что вы получили опыт, rápido,יזо. А, эээ, игнорируется опыт, который вы получили. Эээ, ну, я имею в виду учительность, вы получили опыт определённый. И вы его игнорируете. Вот. Поэтому, конечно, здесь есть, эээ см, ну, нек, не как, некоторые трудности, как мне кажется, вот, и то, что вы решили вот начать все с чистого листа, да, это вот такое желание проигнорировать опыт, который у вас был или был, или есть, вот, ну, как бы, я бы сказал, что в этом ничего хорошего для вас нет, потому что вы предаете сами себя, да, вот опять же, как бы, ну, может быть идея хорошая, что вы хотели вернуть их родителям, но у меня есть такое ощущение, потому что вы нуждаетесь в поддержке, вот. Понятно. Вот. Ну, родители, как бы сказать, родители, что опять же, ничего плохого нет, потому что вы нуждаетесь в поддержке, вот. Вот. Но вопрос в том, опять же, как вы с этим обращаетесь, я имею в виду в поддержке, как вы обращаетесь. Вот это, мне кажется, очень важный момент, на который вам нужно обратиться, обратить свое внимание. вот. Дальше идем. Дальше идем. Дальше идем. Идеализировала, думала, что все изменится. Ну, смотрите. Идеализация – это определенные числа. Идеализация – это определенные эмоции. Ваши эмоции. Ваши чувства. Это идеализация. Поэтому тот факт, что вы что-то идеализировали, может быть, является тем, что Wealth скатит, но при этом в этом действии, в этом движении вашей души, вашего сердца, вот, присутствует тот, мне кажется, важный ресурс, который мог бы помочь вам лучше себя понять, который мог бы помочь вам лучше к себе относиться, который мог бы помочь вам лучше себя понимать. То есть, если вы это идеализировали, то что это значит? Это значит, что вы, по факту, возвели на пьедестал, то, что вам важно. И понятно, что у вас были достаточно большие ожидания, но вы это ожидания не подтвердились, вы, вероятно, испытали разочарование. Но не так страшно, что вы можете испытать разочарование, как бы, ну, вот это вот ощущение, что не всё так, как я себе предполагал или предполагала, да? Вот. Как важно это заметить, даже если это больно, даже если это больно, это можно и нужно заметить. Вот если вы это заметите, вот если вы, если вы к этому будете внимательны, как раз, вот, то мне кажется, мне кажется, что для вас как раз таки станет возможным лучше себя понять. Для вас станет возможным лучше себя узнать. Вот. И, возможно, тогда в вашей жизни что-то начнёт меняться. Ну, скорее всего, начнёт меняться что-то в вашей жизни именно в тот момент. Опять же, самое эмоциональное выгорание, это же какая-то не стыковка того, что вы делаете, а того, чем вы занимаетесь, да? И с каким-то вот, ну, условно говоря, там, не знаю, выхлоп. Да? Выхлоп, он не обрадует, не обрадует ваши ожидания, ваши надежды от этого. Вот. Я думаю, что у этого есть, вне всякого сомнения, у этого есть свои тоже какие-то основания. Вот. Поэтому мне кажется, что вам нужно на это обратить своё внимание. Мне так кажется, мне так видится. Мне кажется, что вам нужно на это обратить своё внимание. потому что это важно, да? Вот, важно, чтобы вы коммислили то, что происходит. В какой момент то, что вы по на что вы тратили свои ресурсы, стало вам как-то нравится и так далее. Понимаете, да? Что я имею в виду. Так, до переезда жила 7 лет сама. За пандемией в мире вопрос с документами затянулся, только возможно заработать, научиться или как-то адаптироваться, в новой стране нет. Так а вы приехали или нет? Какой вопрос с документами, да? В друзей в новой стране нет, так не бывает возможности с кем-то срушиться, все общественные места закрыты. Из-за этого у меня уже много времени свободного, начиная на заверу сложить, но не собрали подходить на время на учебу, зато снимал с нелюбим делом. Знаете, вот такой вопрос, как вам такая, да? А что вам интересно? Ну вообще, что вам интересно? Нет. Там да, и есть ощущение, что вот это все влияет, почему вот эти эмм, это такая позиция ваше, эмм, ну, в контексте того, что мне там ничего что я одна, что я чувствую себя покинут, что я сейчас себя корю. Вот. Это, мне кажется, больше, больше позиция о том, что я не очень понимаю, на что мне тратят свои силы. Ведь вы ругаете себя, да, что время на учёбу тратили и так далее. Но, что вы себе предлагаете? То есть, вы у себя что-то отбираете, это понятно, вы у себя что-то отбираете, а предлагаете-то вы себе, что... Вот. Предложение-то я как-то вот не увидел, которое бы вы сами себе вынесли бы. Мол, хорошо, я неправильно делал, что учился, я неправильно делал, что там тратил на это время, окей. А дальше-то что? Понятно. Вот. Вот. Что дальше не очень понятно, честно говоря. Вот. Поэтому мне кажется, мне кажется, что вам бы вот как-то в этом направлении больше посмотреть. Вам бы больше в этом для себя моменте постараться бы раскрыть. Вот. Вам надо что я себе предлагаю, не за что я себя ругаю, да? Вот. Окей. Поругалась, да, поняла, что так для вас больше не надо. Шипр. А дальше-то? Вот. Как бы. Какой момент здесь. Понимаете? Вот. Мне кажется, что это важно достаточно. для, ну, для корректирования это важно, это важно для вашего понимания себя, это важно для вашей дальнейшей жизни, это важно для сохранения некоторого уровня, некоторого уровня автономности, я бы вот так это сказал бы, еще, потому что сейчас у меня нет ощущения, что в полном мире вы автономны. Да? Вот. Сейчас мне кажется, что вы в той или иной степени зависит от чего-то во вне. Вот. То есть это нормально, что мы отвлекаемся и реагируем на что-то во мне, это нормально, но мне кажется, что вы здесь не просто откликаетесь, да, на что-то, но мне кажется, что вы ставите это приоритет. Но это вам, ну, довольно сильно, как мне кажется, мешает, потому что получается достаточно тяжело, получается вот это. Вот. Вот. Такой, эм, такой момент я могу вам сказать. Дальше. Идем. Кхм-кхм. Так. Я меня в себя в итоге не знаю даже, что мне нравится и что меня радует. А там интерес к жизни. Ну, а вина. Здесь. Это злость. То есть, если вы себя вините, то речь идет о злости. Вот. Скорее. Ну, скорее всего. Вот. И, соответственно, можно говорить о том, что много вы подавляли себе какого-то такого протеста. И сейчас это вот вливается в чувство вины. Потому что всегда чувство вины – это про злость. Ну, а там интерес к жизни. Знаете, мне кажется, по крайней мере, в моем опыте, у людей, у которых интерес к жизни был, он не пропадает никогда. У людей, у которых интерес к жизни пропадал, его не было никогда. То есть, они думали, что он у них есть. Ну, когда определенные мотивы, да, определенные мотивы человека переставали как-то подпитывать, да. Вот. Тут же начинались проблемы, сложности, трудности и так далее. Поэтому мне кажется, что вы здесь сами себе противоречите, когда говорите, что у меня пропал интерес к жизни. Но перед этим писали, что я себя винил за занятия нелюбимым делом и, значит, за учебу. Вот. То есть, как-то не кажется, что раньше у вас тоже был интерес к жизни. Мне кажется, что сейчас просто вы стали, стали острее это чувствовать. Но что с этим делать, вы не знаете. Я думаю, что вам в этом можно помочь. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обратная связь по моему ответу может услышать начало вашей работы над собой. Субтитры сделал DimaTorzok